Ко мне обратились мои избиратели, в том числе и бизнес наш саратовский. На сегодня вы знаете, что правительство Саратовской области решило увеличить свою доходную часть, но не за счет привлечения новых инвесторов, а поднятием кадастровой стоимости зданий. И некоторые объекты торговли на сегодня, и небольшие центры, у некоторых стоимость поднялась в два раза. Как кадастровая палата рассчитывает эту стоимость, она непонятна вообще никому. Я понимаю, там кадастровая стоимость высокая, когда новое здание, когда здание там 40 лет, и оно каждый год дорожает, тоже непонятно. Объяснений абсолютно никаких нет. Как бизнес, он и так у нас, я извиняюсь, не очень хорошо себя чувствует. Особенно торговые комплексы, на сегодня вы все знаете, уже больше 40%. И, наверное, Максим Владимирович подтвердит, что торговля попадает, с учетом того, что очень много уходят сейчас на эти озоны. Вот балберисы, да, то есть они их как бы покупатели у торговых комплексов занимают, как бы отбирают. И на сегодня как бы там роста-то нету. Я не знаю, как выживать, да, а как им помочь в данной ситуации, я тоже не знаю, честно говорю. Здесь ситуация такая очень нехорошая, и подтверждают, что и 2, и 3 раза, то есть увеличивается когда стоимость. То есть это приводит к тому, что, например, по моим объектам, там доходная часть, которая получается, то есть налог составляет 65% походной доходной части, 100%. Извлекается ситуация, когда решили просто снести этот объект, чтобы родственные нести и люди. Мне кажется, полиция раскроет и должна задуматься, то есть у нас самый высокий процент налога на недвижимость, поэтому он 2% составляет. Поэтому, я думаю, имеет смысл обратиться, чтобы все-таки они задумались о том, чтобы снизить его, то есть как бы проанализировали свои доходы, то есть как бы да, снизить, то есть как бы да, на какую-то часть для того, чтобы минимизировать все вот такие серьезные, то есть как бы риски, которые приводят людей к мысли о том, что объекты лучше дешевле снести. Я поднял сейчас вопрос о переоценке кадастровой стоимости недвижимости, остановились на коммерческой недвижимости, в частности. Какую работу в этом направлении сейчас может быть бизнес-самбудсмен, торгово-промышленная палата, кроме вас кто? Я так понимаю, что это же не сегодня ввели, это уже на сайте, как бы они опубликовали давно, вот, просто я как бы подошел, посчитал то, что коснется меня, вот, конкретно, как бизнесмена. И уже после этого начал, как бы, отзванировать коллег, просто узнавать, как, где, что, у кого ситуация, как складывается, и у многих, как бы, она не очень хорошая получается. А обращаться, я думаю, что торгово-промышленная палата, наверное, в курсе этого дела, а обминственного тоже должен быть в курсе этого дела, вот. Вот, ну, как бы, тишина оттуда, я пытался узнать у областных депутатов, но там, по-моему, никто не в курсе, вот, того, что произошло, вот оно тихое такое, вот, повышение произошло, они опубликовали на сайте, и все, у себя, вот. И просто мы касаемся с этим, ну, увидели. Кому будет, я не знаю, честно говоря. У меня тоже, как бы, много вопросов по кадастровой оценке, да, и вразумительного ответа я нигде не слышал. У них один только вопрос, подавайте, значит, в эту комиссию, да, получайте, как бы, комиссия будет решать. Как комиссия оценивает? Я не знаю. То есть, независимую оценку, да, вот, ну, у нас есть независимые эксперты, хорошие, грамотные люди, как бы, я с уважением к ним отношусь, но их экспертная оценка, она, как бы, не принимается, вот. А по судам тоже, еще, как бы, в последнее время по судам, насколько я помню, никто не выиграл. Но у нас куда больше бизнеса, на самом деле, простые граждане сейчас пострадают, потому что недвижимость, квартирных домов выросла больше, чем в таковых центрах. Ну, я думаю, что граждане об этом узнают у нас только в течение, наверное, следующего года, к концу. Когда налоги пойдут платить? Да, когда налоги пойдут платить. А в данной ситуации, я думаю, что, вот, наверное, самое страшное, да, что люди не просчитывают и дальше не видят, стратегически, стратегически дальше не смотрят. То есть, есть задача на сегодня, вот, пополнить бюджет, а как, каким спал, ну, вот самый простой, да, то есть, не надо думать, не надо считать, да, вот мы сейчас подыли, вот они придут, а что там потом будет? Ну, как бы, их это вот, ну, это как из того, да, или шах умрет, да, или осел помрет, да, вот и все. Ну, дума, вот эти отношения, может что-то сейчас сделать? Городская? Да, вот срок подачи вот этих заявлений, 21 сентября, неделю. Ну, вы знаете, полномочия у городской думы, они минимальные, то есть, это, по сути, это муниципалитет, это уборка, это благоустройство, да, вот то, что связано. А реально повлиять, как бы, на решение, там, кадастровая палата, да, повлиять на решение, как бы, правительства, там, Министерства экономического развития, да, кто этим вот там занимается, я не знаю у них. Ну, наверное, это только областные депутаты. Вот, мы просто об этом сказали, что есть такая проблема, и, как бы, обращаемся к старшим коллегам, вот, то есть, ребят, надо решать эту проблему. В, конечно, в итоге, достаточно большой аппарат есть у правительства, да, которые должны заниматься этими вопросами, и нельзя подходить огульно к каждому объекту, да, то есть, это, то есть, в каждом районе есть люди, которые отвечают за экономику. Ну, дайте задание, люди посчитают, посмотрят состояние объектов, да, действительно, можно там поднять, а может, даже и снижать надо. И мы живем, в общем-то, за счет нашего вот регионального бизнеса, которому и так нелегко.